Если вам надоело открывать элитные наборы, то вам поможет сайт ProSeller, где вы можете приобрести алмазного персонажа, а также монеты для открытия паков в игре Injustice по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Промокоды появились давно, но они до сих пор действуют, поэтому поторопись и хватит кайфовать от моей рекламы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, и так как в предыдущем ролике мне очень дико повезло, дико повезло в том плане, что мне выпало две алмазные карточки, одна классический Raiden, которая до этого момента у меня была, и горо классический, новая алмазка, которой у меня в принципе до этого момента не было, да и в целом новая алмазная карточка, которая появилась-то совсем недавно, в честь 25-летия игры Mortal Kombat, и это очень круто! И поэтому я решил собрать команду Шо Кан, Raiden классический и горо классик, также в предыдущем ролике я продемонстрировал ее в одной битве, но здесь уже она прокачана до 11 уровня, два персонажа прокачаны до 11 уровня, Raiden классический прокачан до 50, ну а также я поставил на каждого персонажа экипировку и прокачал пассивную способность хотя бы до 2 уровня. Ну, я называю это первым, вторым, третьим уровнем, поэтому у меня прокачана пассивка до 2 уровня, и это очень клево! Спецприем 1, спецприем 2 прокачаны, это значит, что пассивная способность работает, и если вдруг у персонажа остается меньше 40% здоровья, то мы наносим спецприем 2 Шо Каном, и возможно воспользуемся Бруталити, это было бы очень круто! Есть у меня Молот Гнева, нету, конечно же, экипировки самого Шо Кана, да и выбить у меня, по сути, ее маловероятно, что получится, так как у меня на данный момент всего 129 тысяч монет, а 129 тысяч монет это не так много. В предыдущем ролике было 700 тысяч, но все эти 700 тысяч монет я потратил на то, чтобы прокачать спецприем 1 и спецприем 2 персонажа. Ну а также Гора классический, опять же, алмазная карточка, клевый персонаж, спецприем 1 и спецприем 2 прокачан, также прокачаны карты поддержки, у того, у того перса, поставлена топовая экипировка, и, конечно же, пассивная способность. Один раз за поединок Гора может вернуться в бой через 9 секунд после поражения с 40% здоровьем и сокрушительным ударом. Все персонажи в команде Гора получают плюс 15% к атаке. Знаете, такая небольшая тема есть, что после того, как появляется Гора заново, то можно шооканом наносить спецприем 2 и срабатывает бруталити. Я не уверен на 100% правда это или нет, но проверить бы хотелось, только не знаю как, потому что маловероятно, что вот такой вот команде будут попадаться топовые алмазные персонажи. Хотя, все может быть, поэтому давайте посмотрим, поиграем, сыграем, конечно же, какую сложную битву, 5 поединков, ну и попытаемся ее пройти. Я думаю, что мне не будут попадаться персы седьмого слияния 50 уровня, чтобы я каждый раз проигрывал. Нет, мне попадаются топовые серебряные персонажи. Кенша, Скорпион и Кесси Кейдж. Довольно клевая команда, поэтому попробуем сейчас. И я постараюсь сыграть, ну и, конечно же, выиграть. Что ж, погнали. Если вашего бойца кто-то использует в качестве союзника, вы тоже получаете очки союза. Круто, очень круто. Но нам главное сейчас каким-то образом победить и пройти сложную битву полностью. Все-таки это не читеры. В принципе, этот мой аккаунт, он не читерский, но здесь прокачаны таланты. Это большой плюс, огромнейший плюс, на мой взгляд. И здесь мы сейчас будем играть вот таким вот образом, что Шоакана сразу же убираем и используем Рейдена. Ну, опять же, провести, как вы видите, не получается. Это не от меня зависит, к сожалению. Кеню, давай. О, отлично, провел. Супер, 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 супер. О-о-о, спецприем 2. Мне нужен спецприем 2. И только после этого я смогу более-менее правильно атаковать Скорпиона. Ну-ка. Вот. Вот это другое дело. 85%. Конечно, хотелось бы большего. Но сколько есть, только есть. Уменьшенный урон, и то хорошо. Так, здесь оставлю блок, и Кейси Кейдж мы добиваем. Отлично. Здесь выскочил Кейнши. Конечно, хотелось бы воспользоваться истощением, но у меня этого не получится сделать, поэтому обойдемся как-нибудь без него. Блин, и у Скорпиона еще спецприем 3 накопился. Я хочу воспользоваться бруталити. Бруталити Шоакана. А как это сделать? Как это сделать? Если не благодаря тому, что у него осталось всего ничего. Получай. Лишился он башки своей, и это победа. Молодец, Шоакан. Ты справился. Это выглядело очень круто. Давайте используем сейчас спецприем 1. Отлично. И бруталити было сыграно. И сейчас я выпускаю, как вы видите. Опять же, Рейдена классического, и Гора и Ад здесь даже в этом бою не играл ни разу. Круто. Это победа, и мне понравилось. Блин. Играть с алмазными персонажами в первую очередь приятно в том плане, что у них есть какая-то, знаете, своя изюминка, которой нету в золотых персах. В алмазке она всегда найдется. В том же самом Шоакане Завоеватели, например, с его бруталити. Той же класс... Не классический, а хищный. Хищный милиный. Хищный милиный, которая может тоже восстанавливаться, наносит неплохой спецприем. При выборе данного персонажа она также наносит огромнейший урон персу. Тот же самый Рейден классический, Гора. Это очень клево. Здесь мне попадается Шоакан, Горо и Горо. Довольно неплохая команда, при том, что Горо прокачан уже аж до седьмого слияния. Каким образом этот чувак сделал, непонятно. Но... Да ладно. Я как-нибудь с этим смирюсь. Что ж. Нажатие на персонажа открывает его статистику и показывает, сколько опыта необходимо для достижения нового уровня. Хорошо. Выпускаем сразу же Рейдена. Меня, кстати, поджигают. Поджигают. Это не очень хорошо. И отлично. Первого персонажа мы избавились. Это сразу? Или не это? Короче, какой-то персонаж точно сейчас через 9 секунд появится. Я не знаю, этот ли будет, либо другой. А, вот он появился. Отлично. Это был ты. Молодец. Он появился. Это очень круто. Провести я так же не смог. Но ничего страшного. Шоакан, извини, пожалуйста, не бей меня. Ай-яй-яй. Пробивание щита. О, снова. Снова пробивание щита. И снова я поглушен. А он тем временем, зараза, так копит спецприемы. Не-не-не, не используй спецприем. Не используй его. Ну зачем ты это сделал? Я тапал. Я тапал. Я пытался не использовать спецприем. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось сделать. Так, здесь я ставлю блок. Хорошо. И сейчас мне надо как-то этого персонажа лишить 60% здоровья. Так, ну здесь остается очень мало. Поэтому мы вызываем на данный момент Шоакана. И, блин, к сожалению, здесь что-ли больше 40% было. Но пассивной способности он не воспользовался в любом случае. Поэтому оглушение. Выбираем мы Гору. Выбираем мы Гору. И используем спецприем 2. Продеваем тем самым персонажа. Клево. Очень круто. Это был второй бой. И, конечно же, как-то долго они у меня длятся. И я ожидал бы более быстрых боев. Но, к сожалению, почему-то не получается. Из-за того, что там был читерский, читерский аккаунт все-таки, у меня игрушка вылетела. Это немного напрягает. Бесит. Но, к сожалению, с этим никак не разобраться. Как мне кажется. Отлично, ребята. Я, наконец-таки, дошел до четвертой битвы. По-моему, остановился на четвертой. Хотя, если честно, вроде и на третий. Либо на четвертой. Но суть в том, что, как вы видите, бой номер 4 из 5. И давайте продолжим с него. Потому что на данный момент мне не попадались ни разу никакие персонажи, которые мне, по сути, не нужны. А именно Гору. Потому что из-за гора чаще всего вылетает игра. Я это заметил. А сейчас Женя Кейдж дублер. Кана Головорец. И Кенши старший бог. Давайте посмотрим снова на данную тиму. И мне нравится уже эта команда тем, что здесь Шаокан помогает тому же самому Рейдену классическому. Я не знаю, честно говоря, почему. Потому что я уже забыл пассивные способности все напрочь. И они мне не важны. Заметьте. Они мне вообще не нужны. Потому что я и без пассивок играю очень круто. Хотя, если так подумать, то, конечно, Рейден классический. Благодаря своей пассивной способности здесь очень сильно тащит. Наносит сразу же 50% урона. Потом мы проводим уже. Нету около 70%. Пара ударов. Еще раз проводим. И все. Капец персонажа. Вот так мы и выигрываем. Да, по большей части благодаря пассивке. Ну, давайте посмотрим, что сейчас делает классический Рейден. Потому что, по большей части, я играю им только одним. Все-таки он самый прокаченный. А вот остальных персонажей я как раз-таки стараюсь и качать. Здесь мы сейчас попробуем воспользоваться, конечно же, Гору. Потому что Гору я играю меньше всего. А хотелось бы попробовать. И нанести, например, потому что самому Кану спецприем 2. Я верю, что у Гора это получится сделать. На 100%. На 100% он это спокойно делает. Дальше я вызываю, конечно же, Рейдена классического. И дабы попытаться, попытаться, просто попытаться воспользоваться пассивной способностью, опять же, Шоу Кана. И нанести бруталити. Я выбираю спецприем 2. Выбираю Шоу Кана. Ну и давайте посмотрим. В общем, да, у меня это получилось сделать. И мы продвигаемся дальше. Шоу Кан побеждает, а нам остается всего-то одна лишь битва. И я думаю, что проблем возникнуть никаких не должно. Все-таки эта алмазная команда, она тащит. На ней стоит топовая экипировка. Персонажи не совсем прокачены, но они все-таки тоже топовые. Кенши Баланс, Шоу Кан Завоеватель и Эрон Блэк Стрелок. Сразу же выбираю Рейдена, потому что, скорее всего, у Кенши, как мне кажется, будет спецприем 1, который истощает. И здесь как раз-таки Рейден классический. Благодаря своему истощению он нам дико поможет. И я верю в него. Я в него верю. Этот гаденыш сделает все, что угодно ради победы. Поэтому, да, смотрите, у Кенши сразу же имеется спецприем 1. Мы выбираем Рейдена. Истощаем его. Ну и дальше все, что нам остается сделать, это немного подырить персонажа. Накопить спецприемы. И, в целом, все. Дальше можно выбирать того же самого Шоу Кана сопернику. И я буду добивать Шоу Кана. Проводить я не особо хочу, потому что, скорее всего, если бы я сейчас провел, то персонажа бы компьютер убрал. А так, как вы видите, он его до сих пор еще держит. Воу, тихо. Тихо. Давайте-ка мы сольем по быстрому этому Шоу Кану. Он нам не нужен. Так. Набиваем где-то процентов 80. Этого достаточно. И, да, прощай первый персонаж. Здесь у нас выскакивает Эрон Блэк. Сразу же половину полоски он мне снимает. Но я думаю, это не так страшно. Потому что я воспользуюсь сейчас спецприемом 1. Наношу 95%. Где-то около того, около 40% остается. И, возможно, я сейчас тоже воспользуюсь пассивной способностью. Если, конечно, у меня получится это сделать, я вовремя выберу Шоу Кана. Нет, здесь, как вы видите, истощение. Но, смотрите, Шоу Кана я выбираю. И, блин, он мне его сливает. Он мне его сливает. Я хотел, я хотел нажать на спецприем, но потом подумал, что лучше я его использовать. Использую на Эроне Блэке. И зря, зря. Скорее всего, лучше бы я, конечно, использовал его на другом персонаже. Тогда бы мы посмотрели снова на Бруталити. А так, как получилось, так получилось. Но, в любом случае, я прошел полностью все 5 поединков. Вы победили за 59 секунд. И это немаловажно. Что ж, загрузочка. Сейчас нам продемонстрирует то, что, да, я прошел. Цель сезона у меня цель 2 из 6. 18 920 очков из 25 тысяч набрана. Я вам скажу, что это просто идеальная команда для моего аккаунта. Она просто идеальная. Я не знаю, почему все персонажи ходят без какого-либо слияния, кроме классического Рейдена. Но все-таки они тащат. Шокана я прокачал до 16 уровня. Гора классического тоже пока что до 16 уровня. И я надеюсь, что скоро эти персы станут 50-го левела. И мы к ним снова вернемся. Уже с спецприемом 3, конечно же. Точнее, с Fatality... Ой, не с Fatality, а с X-Ray. Что-то я очень путаю понятия. Бывает. И, конечно же, у Шокана появится экипировка, которая нам нужна. И мы уже посмотрим на спецприем под названием 4. Как мне многие пишут, а я так его протестировать и не могу. Ну да ладно. Что ж, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.